Мы в нашем заявлении отметили, что в ближайшее время проведем изучение и поймем, почему с 1990 года покинули или были удалены из арфт люди с идеологией. Об этом в беседе с первым информационным сказал Арман Мартиросян, который был исключен из студенческого союза Никол Акбалян. Он коснулся записи исключенного в мае 2018 года из арфт-редактора официальной газеты «Оспорец», бывшего члена бюро арфта Бо Пахикина, где последний отметил, что проблема несправедлива исключенных из арфт не в реформировании внутри партии Дашных Цутюн, а в направлении накопивших огромный организационный опыт людьми усилий, интеллектуальных и материальных способностей во благо нации и государству и они этот путь найдут. По поводу исключения нас из партии звонили и беседовали с нами множество людей, в основном, исключенные из арфт люди с идеологией. Поскольку и мы считаем себя идеологическими, хотим понять, в чем была проблема, что многие Дашнак-Циаканы были исключены из партии. Я считаю, что наши ряды должны пополняться. За это время мы поняли, что многие разделяют наше мнение. Сейчас должна вестись работа, как реформировать арфт, очистить ее от внутригрупповых интересов. Считаем, что эта работа пойдет с большим размахом, учитывая тот большой отклик, который был после нашего исключения из партии, сказал Арман Мартиросян. На вопрос есть ли у них связи, отношения с Дашнак-Циакановскими структурами диаспоры или исключенными членами арфт в диаспоре, он ответил, очень многие связываются с нами с диаспоры, в том числе нынешние и прежние Дашнак-Циаканы, с большинством, из которых мы даже не знакомы. Их число достигает нескольких сотен. Мы должны в ближайшее время попытаться сплотить наши силы и вместе понять, как спасти Дашнак-Циакан от внутригрупповых интересов. В ближайшее время наша работа будет состоять в этом. Что касается Дашнак-Циакана Арцаха, то он подчеркнул, конкретно с комитетами у нас нет сотрудничества, но индивидуально с Дашнак-Циаканами всех мест мы сотрудничаем. С составом комитетов у нас пока нет сотрудничества, поскольку существует атмосфера страха и та дезинформация, которая распространяется в связи с нашим поступком, тайным образом о нас продолжают вести темные разговоры и приклеивание ярлыков, но считаю, что в ближайшее время все это будет опровергнуто, и все увидят, что это ложь и просто средство, чтобы членов арфт держали подальше от нас. Я уверен, что все свяжется с нами. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео.